Меня зовут Евгений Кабан, я директор футбольной школы Мастер-мяча. Расскажите, пожалуйста, что это? Этот проект, футбольная академия Total Super Method, который мы сегодня здесь презентуем, взял начало полгода назад. Мы по методике Академии Total Super Method проводили футбольный лагерь в Харке, это в Петихахах, Харек Солнечный, футбольная база Солнечный. И настолько нам понравилась эта методика, и, может быть, мы понравились оландскими специалистами, они предложили нам на базе нашей школы создать футбольную академию, или школу, как можно говорить, полностью соответствующую голландским методикам, полностью по их методикам с обученными тренерами. А чем эта методика отличается от обычной украинской? Эта методика отличается от обычной украинской. Ну, вы знаете, наверное, нужно рассказывать об этом часами. Ну, основные критерии, я бы сказал, во-первых, отношения к детям. То есть это отношения, прежде всего, с педагогической точки зрения. То есть для них это не изнурительный, они сумели превратить тренировки в веселую игровую форму, и ребенок развивается гораздо быстрее в таком виде. То есть то, что у нас, ну, насколько я видел, это изнурительные тренировки, достаточно тяжелые, кому нет, ну, скажем так, смешали, я бы сказал, большой спорт с детским футболом. То есть на требования. В чем еще разница? То есть это очень системный подход. То есть у них есть распитые дети по возрастам. Такая в каждом возрасте ребенок должен повладевать определенными умениями. Ну, это как бы с общей образовательной школы. Если мы в первом классе учим футбола, во втором классе математика, обычно так же их учат. То есть до 12 лет дети овладевают техникой. После 12 лет, когда они начинают что-то осмысливать на поле, понимать свои действия, их учат тактическим каким-то действием. А после 14, когда они уже, ну, начинается гормональный рост подростка, когда он уже сам по себе крепнет, становится быстрее, то есть дается физическая подготовка. И на выходе уже 16-17 лет, понятно, при определенном стечении обстоятельств, при определенной настойчивости, получается здоровый и практически готовый футболизм. То есть у нас подход несколько другой, ну, как я могу наблюдать, и, может быть, чем мы страдали до этого времени, у нас оценивает работу трениров по результатам трениров, по выигранным медалям, по выигранным кубкам. Чтобы выиграть кубок, занять какое-то место, детей действительно нужно максимально быстрыми методами развивать какие-то качества. Ну, что быстрее можно развивать, чтобы он был выносливее, чтобы он дольше бегал, чтобы он бегал быстрее. Вот, все это происходит в маленьком возрасте. Вот, и дети, получается, ну, для них и моральные травмы могут какие-то быть. Ну, кто занимается футболом, наверное, не раз слышали, там, на тренировках. А тренеры у вас тоже голландские? Тренеры? Нет, тренеры, это наши ребята все. Вот, они сейчас проходят обучение. Некоторые владеют английским языком. Когда уедет голландец, то есть это будет полностью сертифицированная школа. Их он нас не бросит, потому что мы для них, нам повезло, что мы выбраны в качестве. Они хотят сделать, как образец голландской футбольной школы. И планируют продолжать экспансию дальше на Украину, на Россию. Потому что они видят в этом очень интересный рынок. Продавать свои услуги, свои методики. И еще хочу сказать, что им очень понравились наши дети. Наблюдал много, то есть они гораздо усерднее, как-то они более сосредоточены на тренировках, более целеустремленные. Многие из них действительно получают шанс осуществить свою мечту, стать футболистом. Я в этом уверен. И мы постараемся помочь им. Что нужно ребенку для того, чтобы попасть в вашу школу? Ну, это всего лишь желание. Потому что у нас нет специального отбора. Мы считаем, что все дети равны. И может быть даже иной раз это и хуже, когда ребенок талантливый. Но в детском возрасте бывает они зазнаются, перестают работать и скатываются. Много таких случаев было. Для нас самый важный фактор – это работоспособность, целеустремленность у ребенка. И мы ему в этом помогаем. То есть делая действительно тренировки такими, что ему хочется заниматься, ему хочется идти на них. Ну, собственно, требования такие, чтобы ребенок хотел. Есть, конечно, такие случаи, когда там папа, мамы хотят, чтобы он стал футболистом. И вот ребенка, оно ему может быть и не нужно даже. Есть такие, как бы, случаи, конечно. Но важно, чтобы сам ребенок или хотел, или в нем это желание. А с какого возраста и до какого у вас занимаются детки? У нас занимаются сейчас в данный момент дети с 7 лет. Да, есть несколько детей, более старшего – 11, 12 лет, несколько детей. Вообще, большой, у нас многие спрашивали, можно ли с 5 лет заниматься. Мы общались с Марком. Это будут принципы...